здравствуйте на канале it on tv программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин а с нами на связи политолог александр цинкер здравствуйте александр и журналист марк горин здравствуйте марк здравствуйте недавно прошел визит президента ирана в москву его достаточно подробно освещали высказывалось много предположений зачем нужен этот визит именно сейчас параллельно обсуждали естественно проходящие в австрии переговоры по ядерной сделке с ираном но и не только это накануне визита было много предположений что же там произойдет чем закончится визит предполагала что москва заключит сделку с тегераном на поставку вооружения притом очень серьезного на достаточно внушительную сумму предполагала что будет заключен договор о сотрудничестве на 20 лет достаточно продолжительный и так далее но в результате получилось все немножко с точностью до наоборот не было пышных итоговых заявлений не было отчет крупных договоров сделка по вооружениям вроде бы была заключена но подробности ее не известны и а судя по комментариям она не такая значительная как предполагалось да и договор о сотрудничестве подписан не на 20 лет а по-прежнему на пять лет с продолжением каждые пять лет на ваш взгляд это соответствует ожиданиям которые были перед этим тем что хотел иран и хотела россия или же уже в процессе визита что-то произошло чего стороны не получили поэтому вот такие были приняты половинчатые решения александр вам слово знаете вообще визит произошел не тогда когда он планировался визит планировался феврале а его провели на месяц раньше и вполне возможно из-за того что он произошел раньше не все было еще отработано до самого конца вопроса зачем тогда встречаться в январе и мне кажется то политическая ситуация которая сегодня складывается вокруг россии с одной стороны вокруг ирана с другой стороны о том что вы сказали переговоры в вене россия это то что сегодня на западе и практически нет такого средства массовой информации который бы не писала и гадала какой день недели месяца россия нападет на украину в этой ситуации мне кажется вот эта встреча нужна была и россии и ирану как бы показать что россия может опереться на плечо ирана иран может где-то опереться на плечо россии что они друг друга понимают две крупные державы более того президента ирана после встречи говорила сильная оси россия иран китай которая может очень много проектов делать совместно связи с этим мне кажется и было время вот это провести пораньше хотя противоречия которые мне кажется есть между россия ирана они до конца не решены более того россия даже на этой встрече предлагала ирану рассмотреть возможность какого-то промежуточного договора переговорах в вене на что иран в общем-то отказался он очень жестко с одной стороны свои позиции отстаивать с другой стороны он хочет чтобы европейские страны которые ведут с ним переговоры плюс соединенные штаты пошли на все уступки которые требует иран и вот в этой ситуации произошла эта встреча да действительно наверное договор на 20 лет не доработан как с одной стороны и с другой стороны поэтому они его отложили по поводу вооружения никто не знает там в этом списке свое время было даже с 400 которые получили в турции российские ирана это тоже хотел вообще между отношениями между россии ираном не совсем такие радужные например в том же той же сирии с одной стороны очень часто особенно иранская пресса говорит что смотрите как иран с россии совместно решает все вопросы в сирии с другой стороны россии не очень довольна присутствием таким активным присутствием ирана в сирии поэтому мне кажется ничего тут такого не произошло сверх неожиданного процесс будет продолжаться я думаю комиссии из россии иран будут продолжать пытаться найти более какие-то решения связанные в отношениях между этими странами марк вам тот же вопрос с добавкой исходя из того что говорил александр можно ли тогда считать что визит президента ирана в москву был больше ритуальным чем деловым даже сложно сказать чего стоило бы начать давайте начнем с конца во-первых и ведущие как мне показалось и мой собеседник сегодняшний были продемонстрировали такой объем компетентности и знаний по данному вопросу что трудно сказать что можно здесь добавить значит если начать с завершающего вопроса ведущего там насчет ритуальности я не знаю был ли он таким предполагался ли он таким изначально думаю что нет но получился он безусловно скорее ритуальным чем сущностям во всяком случае как показывала картинка рейтиси чек невероятно мрачный во всяком случае мне так представляется может быть эмоциональное такое ощущение прославившиеся там кровавый палач и вообще всякие ужасные эпитеты а демонстрирование вероятное дружелюбие во всяком случае на экране во всяком случае в начале переговоров с президентом россии даже я бы сказал некое может быть даже подобное страсти или такой намек на готовность и желательность любых так сказать хороших отношений и так далее что вот завершение этой встречи и вообще визита на отсутствие совместного вот как ведущий отметил совместного заявления совместной пресс-конференции так сказать не выполнение тех вроде бы планов визита которые были сделки там об отношениях на 20 лет в объемах вооружений которые планируют которые воздали иранцы они безусловно очень хотят и 400 потому что им нужно прикрыть чем-то небо у них нет серьезного пво в ожидании возможно израильской атаки тем более американской им очень хочется чего-то прикрыться и для этого и 400 могли бы посудить свою службу но видимо не все получилось так как всем бы хотелось я позволю себе буквально там может несколько секунд сказать вот о чем россия и иран никогда не были такими друзьями как кое-кто хочется хочет представить себе хатах еще времена грибоедовый до него и гибель грибоедова и то что тогда расплачивался иран значит он всячески проигрывал все войны россии и пытался заговорить свою вину за гибель посла и великого поэта иландия посла великого поэта и так все это продолжалось во второй мировой войне советские войска вошли в иран сопротивление было очень слабое иранцы до сих пор помнят эту обиду более того сталин хотел забрать южный как это северный иран да и юрий да северный иран и юзный азербайджан и присоединить его к советскому азербайджану и и народ азербайджан то хотел до сих пор считает северным народом и только позиция трубана такая жесткая не позволила сталина этого сделать как ни странно он не хотел ссориться с недавним союзом все это безусловно были были славные были неплохие страницы пришли его не допустил туда войска направлены против россии эти страницы они остались в прошлом тем более с пригодом хамеди который ненавидел россию об этом мало говорили на самом деле ненавидел советский союз россию атеистическую и в общем считал ее сатаной почти таким хамедием и так далее вот на этом фоне значит все это происходит все это также остается в традициях отношения ирана к россии и на этом фоне вот происходит это по сути дела как бы сказать в данном случае враг моего говори что враг моего врага мой друг можно весьма относить вообще не очень точная поговорка но она существует и вроде бы они пытались продемонстрировать антизападный такой ну так сказать антизападная возможность опереться друг на друга как соответственно ответил мой собеседник поэтому говорите о выполнении вот и по поводу венских соглашениях венских соглашениях мы еще вернемся по поводу того что испытывают сегодня антиамериканскую направленность политика и в россии и в иране но в то же время россия продемонстрировал так сказать ну желание хоть на каких-то участках политики войти прийти уважение к американской позиции в отличие от позиции ирана когда ему предложила все-таки заключить хоть какую-то сделку и тот вынужден был отказаться это не в его интересах видимо как считаю марк мы сейчас я прерву тебя мы вернемся быть чуть я передам слово александру потом мы вернемся к этой теме александр к вам вопрос предполагалось когда писали комментарии к предстоявшему тогда визиту президента ирана в россию предполагалось что это а это был его практически первый международный визит после того как он стал президентом и он поехал в россию предполагалось что он будет использовать очень модную сегодня в москве анти западную риторику и и даст понять что вот именно мы должны объединиться перед угрозой вот этого западного и европейского врага но этого не произошло москва очень холодно комментировала подобные заявления им не поддакивала и не собиралась строить вот этот вот мост объятий перед перед лицом западной европейской угрозы на ваш взгляд почему это произошло почему москва не решила объединиться с ираном вот именно на этой площадке хотя это в общем то было очевидно и было ли это сюрпризом для президента ирана знаете я смотрел прессу российской осмотрел прессу иранскую будем говорить так администрация президента и министерство иностранных дел россии да они в общем то очень так конкретно описали процесс встреч о чем говорили и так далее так далее в прессе об этой встрече было тоже написано очень нейтрально но если вы прочитаете в прессе как принимали президенты ирана в госдуме особенно какие аплодисменты были после того как он рассказал о том что на то принципе доживает последние годы и будущее на то в том что она будет развалена это очень было как говорится в русле того что сейчас идет обсуждение в госдуме вот это противостояние россии нато и соединенных штатов плюс их соратников то есть об этом газеты писали очень много писали о том что очередной президент ирана стал почетным президентом мнение не предпрофессором московского государственного университета там его тоже очень красиво приняли то есть в этом отношении была вот эта антизападная риторика и в прессе тоже может быть она не была поголовно везде например я когда читал коммерсантом было очень нейтрально но основная пресса тассрия новости и так далее так далее так далее она очень много места уделила именно выступлению хотя она была очень короткая по моему минут 30 всего в госдуме именно выделялась выделялся момент о том как он считает вот это главное зло в мире это соединенные штаты и сианинский режим и она то как в общем-то военная организация в этом направлении в общем-то должна на со временем практически исчезнуть и тут и особенно даже выделялась реакция зюганова лидера коммунистов который просто был счастлив во время вот этих выступлений так что я бы не сказал что довольно таки холодно в россии отреагировали на приезд президента ирана спасибо марк возвращаемся к продолжающимся в австрии вернее то прекращаемся это продолжающимся переговором по возможной ядерной сделке запада с ираном незадолго до того как состоялся визит президента ирана в москву российский официальный представитель в австрии на переговорах заявлял что у россии есть собственный план заключение сделки с ираном которая этот план позволит значительно снять напряженность и может быть пусть и половинчато но принять какое-то решение по этому поводу что только подождать и тогда еще предположили что очевидно переговоры между москвой и тегераном ведутся а официально об них об их завершении объявят когда президент ирана приедет в москву он приехал в москву и ответил отказом на любые поползновения хоть как-то продвинуться по этой тематике в чем проблема не было проговорено это сделка заранее ведь москва явно на это надеялась и хотела помпезно сейчас в то время когда весь мир говорит о россии как возможном агрессоре выступить в роли миротворца но этого не произошло почему значит и я не знаю не было я не видел такой информации таких сигналов прессе что эта тема каком-то какой-то инициативе россии проговаривалась возможно российские дипломаты и разведчики прощупывали какую-то теоретически возможную реакцию тегерана не знаю в каком объеме видимо не столь большом судя потому что россия все-таки сделала этот шаг а может быть наоборот она была уверена что его не примут и сделала чисто демонстративно по моим ощущениям он действительно больше предполагал демонстрации вот как ты говоришь миротворческих усилий москвы нежели надежду на их реальное воплощение этой инициативы такое у меня сложное впечатление если бы там было больше реальности то она наверно проверялась бы более тщательно поэтому я думаю что россия не только хотела продемонстрировать бюро творчества но и пыталась оставлять пытается оставлять все-таки какие-то участки на которых есть шанс для отсутствия полных противоречий с вашингтоном я думаю что кстати отношение с израилем это один из таких участков так слов россия на мой взгляд вот я хочу соотнести с тем что сказал александр в ответе на предыдущий вопрос то что там его принимали там в госдуме в университете хотя я честно я при всем вам уважении был лучшего мнения о таких вкусах университетских московского мгл великого мгл вот там они делают то что им предписывает или там подсказывает исполнительная власть видимо исполнительной власти нужно было и правильно не влезать по уши в такие вот вот ведущий спросил почему же этому так а не так не хочет лизать по уши такие тесные отношения с ираном потому что это лишает лишает московскую власть маневра в политике и в отношении вашингтона мало ли как следующие ходи пойдут а тут она так сказать будет чего-то заявлять слишком открыто во вторых серии это связывает руки то есть надо было продемонстрировать так сказать удовольствие общественности который наверное совпадал со строением общественности чем можно сожалеть вот потому что уж слишком радостно это все было действительно произведено как сказал саш вот а в то же время так сказать и продемонстрировали вот такой вот антизападнический такой тональность и в то же время власть не связали себе руки уж такими любовными отношениями с тегераном что это правильно сделала примите москве и вот начнение вот венских переговоров москва с одной стороны не хочет чтобы америка выиграла своих установках то есть она не хочет ядерной бомбы у ирана это граница с россией я жил в азербайджане я знаю насколько это сложная была граница с ираном и какие там были проблемы так сказать в тот момент чего до этого тем не менее это очень сложные отношения очень сложная граница и россия совершенно не нужна это мягкая поведущая россия не нужно ни то ни другое и она нашла некую средину в этой инициативе на которую она продемонстрировала и показала всему миру так сказать истинное лицо тегерана тем более что в сирии у них тоже есть проблема взаимоотношениях и россия недовольна чтобы не тратить время просто подтверждаю то что он в этом отношении говорит большое спасибо за этот разговор на этом все напомню что с нами на связи был политолог александр цинкер и журналист марк горин до свидания